МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На развитие ульянского здравоохранения выделено 167 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году было выделено в два раза меньше. Закупка медикаментов, погашение кредиторской задолженности, ремонт и обустройство больниц – задач слишком много. Главное – грамотно распорядиться материальным запасом. Он, конечно, будет направлен на оздоровление, на профилактику лечения социально значимых заболеваний. Это очень важно в наше время. Кроме этого, он уже будет рассчитан на содержание коэксессоринского ухода. И это лекарственное обеспечение, и питание. О своих нуждах поведали и фермеры. Местные аграрии нуждаются в помощи. Малым хозяйствам и молодым предприятиям необходима материальная поддержка и помощь в оформлении документов. Также, надеемся, услышится увеличение бюджета на поддержку именно кооперативного движения, в которых, опять же, кооперативы у нас состоят в большинстве своих случаев из личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств, которые как раз на эту поддержку очень сильно рассчитывают. Вести с полей на этом не закончились. Ассоциации сельских старосток беспокойны финансированием областных ТОСов. Кроме этого, активисты предложили свою схему снабжения. Я выступлю сегодня тоже с предложением о том, чтобы те средства в поддержку этих ТОСов, а где в основном председателями ТОСов являются сельские старосты, я очень хотел бы, чтобы их как минимум передали в Министерство сельского хозяйства, а как максимум отдали в распоряжение Ассоциации сельских старосток. Мы знаем, куда, что и сколько. Инициативу в области физической культуры и спорта озвучил Александр Сидоров. Каждому поселению необходима своя спортивная площадка. Комплектовать спортивную площадку в каждом сельском поселении необходимо исключительно с учетом индивидуального подхода, а также мнения жителей. По моим данным, одна такая малобюджетная спортивная площадка по стоимости будет варьироваться в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Интересы своих отраслей отстояли несколько десятков депутатов и общественников. Парламентариям, в свою очередь, предстоит детальная работа по составлению окончательного плана бюджета. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.